Для того, чтобы ваш снегоход уверенно держал траекторию, хорошо управлялся, а элементы его подвески меньше изнашивались, важно правильно отрегулировать гусеницу и лыжи. Всем привет, друзья! С вами канал ShortFuse. Сегодня мы поговорим о подвеске снегохода, ее настройке и регулировке. Первая регулировка – это натяжение гусеницы. Вывесим заднюю часть снегохода. Вместо наибольшего провисания гусеницы дополнительно нагрузим весом 7-8 кг. Зазор между внутренней поверхностью опорного участка гусеницы и нижней кромки склизов должен составлять примерно 30 мм. Ослабим болты крепления заднего вала, а также контрогайки и регулировочных болтов натяжения. Подтягиваем гусеницу, контролируя зазор рулеткой. Здесь главное не перестараться, не нужно затягивать гусеницу в струну. Признаками избыточной натяжки являются Тяжелый старт снегохода с места, плохой разгон, отсутствие наката при сбросе газа, а также перегрев двигателя и повышенный износ склизов. В свою очередь слабая натяжка приводит к проскальзыванию звезд ведущего вала при езде по глубокому рыхлому снегу и сильному смещению гусеницы относительно склизов. Поэтому вторая регулировка, которую проводят параллельно натяжению, это центровка гусеницы. Склизы по всей длине должны ровно ложиться на скобы. Если центровка нарушена в задней части тележки, то мы компенсируем смещение регулировочными болтами натяжения. Если центровка нарушена спереди, то смещен ведущий вал и двигать нужно его. Одним из признаков плохо отрегулированной гусеницы является появление черных полос, на зубьях звездочек натяжного или ведущего вала. Чтобы убедиться в правильности регулировки, запустим снегоход и медленно прокрутим гусеницу, контролируя ее возможное смещение. В комментариях спрашивали, почему вы не используете скобы с буртом, ведь при такой длине гусеница постоянно будет смещаться относительно склизов. Так вот, на правильно отрегулированные подвески даже без этих скоб смещения гусеницы не будет. После регулировки гусеницы можно переходить к регулировке лыж. Обратите внимание, что и сейчас, в вывешенном состоянии, лыжи сохраняют горизонтальное положение. И если их наклонить, возвращаются обратно. Все благодаря установленным резиновым демпферам, которые возвращают их в правильное положение. Теперь не повторится та неприятная ситуация прошлого сезона, когда, казалось бы, на идеально ровной дороге из-за сильно наклонившейся лыжи была сломана передняя стойка. Развал стоек лыж индивидуален для каждого снегохода, в зависимости от типа и конструкции передней подвески. На нем останавливаться не будем, нас интересует схождение. Для наиболее точной регулировки выбираем люфт носов лыж с помощью жгута. Приподнимем перед снегохода так, чтобы немного разгрузить лыжи и выставляем ровно руль. Вдоль отрегулированной гусеницы по всей длине снегохода пропустим линейку и с помощью рулетки замерим расстояние от нее до задней и передней частей лыжи. Повторяем этот замер и на другой стороне снегохода. Регулировкой рулевых тяг добиваемся, чтобы расстояние между передними частями лыж было на 10 мм больше, чем между задними. Таким образом, мы получаем расхождение их в 10 мм. Это и есть правильная настройка. В первом обзоре нашего 20-сильного снегохода мы показали правильную работу склизовой подвески, когда ее передняя часть мягче задней. За счет этого в глубоком снегу меняется угол атаки гусеницы. Снегоход легче подминает снег под себя, уплотняет и отталкивается от него. Одной из основных регулировок этой подвески является натяжение стропы. Если стропу затянуть слишком сильно, поменяется распределение веса между гусеницей и лыжами. А увеличенная нагрузка на лыжи может привести к рысканию снегохода на скорости. Если ее сильно ослабить, то снегоход будет стремиться оторвать лыжи при каждом резком старте, а также плохо реагировать на руль. На этом на сегодня все. Пишите в комментариях, какие еще вас технические моменты интересуют, и мы обязательно снимем про это видео. Всем пока! Стройте свои снегоходы правильно! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok